Долгая дорога Субтитры сделал DimaTorzok Он пытается прятать свои чувства к Софии Я стала жертвой вашего сына Я понимаю, что все, что между нами происходило, это было очень плохо Потому что мы были любовниками Миша был женат, Карина ждала ребенка Но я не могла устоять У меня не было сил сопротивляться А Миша меня выбросил, как надоевшую игрушку Галина Михайловна, в клинике Надежды Меня уважали, ценили У меня была возможность карьерного роста Миша меня заставил Перейти к вам в клинику Сейчас он меня выгнал, и мне просто некуда идти Очень печальная история Что вы хотите от меня? Я хочу вернуться на работу Кадровые решения своего сына я не меняю И вмешиваться в деятельность генерал... Максим, попробуйте наш салат Тетя Шура такие вкусные пирожки готовит Прямо пальчики оближешь Эти пирожки даже спасли нам жизнь Да ну? Ну да, когда мы с мамой и дядей Сережей Оказались под снежным завалом Мы их целых три дня ели Повезло вам У нас в блинах пирожков не было Сынок, дяде Сереже, наверное, неудобно, что ты его все время нахваливаешь И буду хвалить Потому что дядя Сережа настоящий герой Что же ты так... Хочу тебе представить моего юриста, Андрей Игоревич Рад знакомству Хотя мы с Мариночкой уже давно знаем друг друга, да? С помощью этого профессионала Я обеспечу тебе Может быть, мы ее недооценили? Ой, да что она может Против тебя Может быть, у нее есть Кое-что посущественнее пустых угроз Вот посмотрите, я еще кое-что нашла Это про ваш случай, про поперечное предлежание Что там еще говорится? Нет, я хочу, чтобы вы сами прочитали и убедились, что Сергей Борисович был полностью прав Мне кажется, мы с вами уже об этом говорили Почему вы все никак не оставите меня в покое? Что вам от меня надо? Да я просто хочу, чтобы вы поняли, что Сергей Борисович принял единственно правильное решение, когда привез вас сюда Только против моей воли Привет, Карин, можно? Никит, ты подожди в коридоре, я выйду Правда? Да, он мне сам так сказал Он очень мучается, что все так вышло Он сильно переживает из-за того, что не может увидеть тебя и ребенка Миша тебя любит Тогда почему он мне изменяет, если он меня любит? Не похоже, что Миша мог тебе изменить Скажи, Никит, от него пахло духами? Нет, никакими духами от Миши не пахло Хорошо, я тебе верю От нее вполне можно ждать Ты помнишь эту историю с фотографиями от Карины? Угу Эта девица может вытворить нечто подобное Так, что вам сейчас Марина сказала? Быстренько Ну, я видел, как она входила и выходила Я следил за ней Зачем? Мам, ну решила с этой дрянью в кошки-мышки поиграть Так что она говорила, скажи мне, пожалуйста Ну, сначала пыталась разжалобить Так, ну ты, я надеюсь, не повелась? Конечно, нет Ну, потом пыталась угрожать Ага, ясненько, ну ничего, не переживай Потом расскажу тебе все в подробностях, вместе посмеемся Ну ладно, мне пора за Мариночкой Думаю, я даже знаю, куда она направилась Я надеюсь, он знает, что делает Мальчик уже большой, пора отвечать за свои славы Так, ладно Мне пора Козыреву Отчитываться А где пирожки? Они скоро будут? И чай, и твои любимые пирожки скоро принесут А давайте пока сыграем в шашки Волки и овцы Я очень хочу сыграть с папой и дядей Сережей Я пас, я не знаю этой игры А ты, ты, дядя Сережа, сыграешь со мной? Пойдем в партию, сыграем Максим Ну расскажите мне, как вам все-таки удалось убежать от пиратов? Если честно, то мне бы не хотелось об этом вспоминать, Оля Ну и правильно Зачем? Сейчас все хорошо, вы дома, вместе со своей семьей Целыми днями дома сидишь На улицу не выходишь Даже с Тарасиком не общаешься Да Тарасику теперь не до меня К нему папка приехал Я к ним сегодня заходил Думал, мы вместе поиграем А они все возвращаются Я рад Просто не скажем ему всей правды И все Наш папка столько выстрадал в плену Ну зачем мы будем его обижать? Ты знаешь, сынок, правда ведь иногда может и убить А нам надо беречь Если бы я знала, сынок Ох, тетя Шур, мы заждались, ну где наши пирожки-то любимые? Незадача у меня Что случилось? Духовка сломалась, пирожки сырые Я не знаю, что делать Ну, значит, моих любимых пирожков не будет Подожди, Тарас, давайте мастера вызовем А не надо никого вызывать Я пойду посмотрю, разберусь, в чем дело Подождите, а вы в этом понимаете? Ну, немного Тарас, пойдешь со мной, поможешь? Ну, я хочу доиграть Ну, хорошо, сиди Я вас провожу Тарас, давай ты все-таки пойдешь с папой Доиграть мы успеем всегда Ты мне даешь слово, что мы доиграем? Обещаю Ладно Папа, подожди меня Папа Кариночка, привет Привет, как ты себя чувствуешь? Что тебе надо? Я просто переживаю, как мы с твоим мужем прекрасно проводим время Я пойду на кухню Может быть, Максиму нужна моя помощь Там хватает помощников Давайте лучше поговорим о ребенке Он уже проявляет активность? Да, как раз сегодня сильно толкнулся До этого был долгий перерыв Я не чувствовала никаких шевелений Я уже стала волноваться А вот сегодня обрадовалась, что А мы с Максимом будем счастливы в своей семье Я не об этом Я спросил Как мы будем жить дальше? Мне кажется Этот вопрос, Сергей, теперь неуместен Мой муж вернулся У вас своя семья, у меня своя Разве вы счастливы? А вот это Сергей Борисович Вас уже не должно волновать Поломка пустяковая на самом деле Так что все скоро будет готово Вы молодец, Максим Все сами починить можете А мы вот не умеем Всегда мастера вызываем Да пустяки Я, вот прям сказать, с детства А ваш муж, он что, другой? Ну, я муж врач-гинеколог Ему руки беречь нужно Поэтому домашней работой он не занимается Да, впрочем, и некогда ему Все ясно Интеллигентная профессия Дорогие женщины Духовка готова Можно ставить пироги Спасибо Спасибо Понимаешь, Карин Мы с Мишей встречались у него в кабинете А я поначалу не знала, что там есть видеокамера Мне Миш только потом об этом сказал Я посчитала, что будет невежливо Не показать тебе это видео Что за черт? Что, не получается? Ну вот Это же совсем другое дело Это действительно финансовый отчет Галина Михайловна Можете, если захотите Скажите, как обстоят дела с объединением Наших двух линик Вы говорили, что Сделаете вашу сестру союзницей И совместно с ней разделаетесь с Серкуловым Я от своих обещаний не отказываюсь Но такие дела быстро не делаются Галина Михайловна Я это слышу уже много раз Я давал вам шанс, долго ждал Теперь мне понятного ничего сделать не в состоянии Все Придется мне все брать в свои руки И уж извините, приступать к действиям Дайте мне только один день И я доведу дело до конца Только один день Я смотрю, ты принесла какой-то увлекательный фильм Для моей жены Очень трогательно с твоей стороны Заботиться о Карине в данный момент Ты сам прекрасно знаешь, что было на этой флешке Ты ее подменил Или удалил все Я? Да я понятия не имею, о чем ты говоришь Ты что, издеваешься надо мной? Посмотри своей жене в глаза И признайся, что все это было Ты больная, Марин Моя тетя очень хорошая психотерапия Тебе пришлось в очередной раз выдержать концерт Это ненормально Прости У нее, видимо, совсем крыша поехала А вот и чай Скоро уже и пирожки будут готовы И все это благодаря только золотым рукам Максима Спасибо Что-то мы засиделись уже у вас Может быть с пирожками в следующий раз А нам пора домой уже София, ну осталось подождать совсем чуть-чуть Тетя Шура так старалась, ну правда Как скажешь Но это не честно Я папе на кухне помогал Я из-за этой поломанной духовки В партию не доиграл Ну, может быть Я останусь здесь на ночь А завтра вы меня заберете М? Может быть ты мне все-таки объяснишь Что такого особенного на этой флешке Карин, да это просто провокация Со стороны этой стервы Откуда мне знать, что она приготовила для нас на сей раз Не знаешь А я знаю Она мне рассказала Рассказала про ваше свидание в твоем кабинете Про видеокамеру, которую ты там установил Я установил видеокамеру? То есть сам на себя составил компромат Ты понимаешь, Карин, что это за бред? Нет, я конечно не отрицаю Она соблазняла меня Но я не повелся на ее домогательство Кстати, потом выяснилось Что в отместку за мое невнимание Скорее всего Карин, она надеялась на твое благородство То есть рассчитывала, что ты даже не дашь ей показать, что на ней С другой стороны, это мог быть очередной монтаж Ну как С фотографиями тебе, Никита А как это, как это ты так быстро здесь оказался? Карин, да я здесь несколько суток ошиваюсь Ты меня к себе не пускаешь Но когда я увидел Марину Сразу подумал, небось, какую-нибудь подлость несет Ну и рванул за ней сразу Давно не был Ты что, действительно не понимаешь, почему ты не можешь здесь остаться? Мам, ну мы же здесь так долго жили Ну что вы там такого плохого? Ладно Если Тарас хочет остаться, пусть остается Ура! Папа разрешил, значит я остаюсь Мы с папой идем домой, ты идешь с нами Мы вместе пришли, вместе уйдем Тарас, дядя Сереж, ну скажи им Тарас, давай по-мужски договоримся Мужчины сильнее всегда уступают женщинам Вот и ты уступи маме А она потом, в следующий раз Разрешит тебе остаться Ну ладно Раз ты просишь Я согласен В другой раз Ну что, шеф принял твой отчет? Да, слава Богу, заберите Но с Ольгой надо срочно что-то решать Иначе Козырев сам возьмется за дело Как сам? Вот так Он сказал, что если я немедленно все не организую Он сам будет действовать Мне удалось у него выпросить только один день Чтобы договориться с Ольгой А что ты успеешь сделать за один день? А знаешь, у меня есть одна мысль Я попробую действовать через мать Ольги Надежда же Не может спокойно смотреть Как муж Ольги флиртует с другой женщиной Ей должно быть обидно за дочь Вот на этом Я и сыграю Но Надежда тебя недолюбливает Она станет тебя вообще слушать Ей придется меня вызвать Меня никто не любит Все только подставляют Вот и в клинике пластической хирургии Мне ведь там сразу не задалось Сейчас меня вообще уволили Я пыталась туда вернуться сегодня Но мне ничего не получилось Я теперь не знаю, куда мне идти Ну, возвращайся к нам в клинику Сюда? Ну, да Вы ведь рады были, что я ушла Были Но жизнь не стоит на месте Человек способен меняться Вот я лично тебя никогда не видела в слезах В таком беспомощном состоянии А сейчас я вижу, что ты способна на живые эмоции Мне кажется, можешь поменяться Ну, почему мне не протянуть тебе руку помощи? Ну, ты знаешь, главное даже ведь не это А что же? Интересно Просто до Марины ко мне приходил Никита Он меня так уверял, что ты мне не заменяешь А я знаю точно Он не будет меня обманывать Здравствуйте Здрасте О, ночь на дворе А у вас мужики в гостях Ну, всего лишь один Ну, можно еще пять минуточек, пожалуйста? Ну, хорошо Только пять минут Мамочки, готовимся к кормлению Сейчас малышей привезут Пять минут То есть, как прям сейчас, что ли? Ты меня сегодня очень расстроил Уже не маленький И должен понимать, что есть правила приличия А главное, что ты обидел папу Чем я папу обидел? Ты должен называть его только на вы И по имени-отчеству Но дядя Сережа мне сам разрешил А я не разрешаю Ты меня понял? Может быть, не стоило мне так категорично Ничего страшного Обрещай это ребенку малые радости Думаю, смотрелось бы это даже хуже Чем то, как вела себя ты Понимаешь, меня слишком долго не было А он был Тарас привык к дяде Сереже И, видимо, этот дядя сделал для него слишком много добра Мама, здесь рубить с плеча нельзя Надо плавно поворачивать сына к себе Да, ты прав Рубить с плеча в семье Это опасно Мама, я помирился с Кариной Я тебя поздравляю Теперь в ее глазах я выгляжу настоящим героем Чуть ли не Агнецем Божьим И как же ты сподобился добиться таких результатов Несмотря на все происки Марины Ой, мам Слушай, ну, если честно Я, конечно, горжусь тем, что я отец Но, с другой стороны, я, когда его увидел Ну? Ну, я поверить не мог Что вот это вот существо маленькое Мое продолжение Да, Миш, я тебя понимаю Я очень рада, что ты помирился с Кариной Но Я надеюсь, та девица больше не возникнет в твоей жизни Мам Будь уверена Я этого никогда не допущу Ты пойми, Тарасик Никто не возражает против твоей дружбы с дядей Сережей Но во всем должна быть своя мера Какой бы он ни был хороший человек Он тебе не родной Он просто наш друг У дяди Сережи своя семья, а у нас своя И каждый должен жить своей жизнью Но ты же у меня взрослый мальчик И должен понимать, как чувствует себя папа Когда на его глазах ты явное предпочтение отдаешь дяде Сереже А не ему Вот скажи, тебе бы не было обидно На месте папы Ну Было бы Ну вот видишь Папа так рвался к тебе Ему хочется как можно больше проводить времени с сыном А сыну захотелось остаться у дяди Сережи Да, мам Я понял Я неправильно себя вчера вел Ну вот и замечательно А я собираюсь идти на буксир Гришка там совсем порядок не подерживал Нужно все привести заново в бурт Так значит ты провела воспитательную беседу Ты о чем? Да так ни о чем Спасибо тебе за все Сережа, возьми пирожки на работу Я вчера столько напекла А все разошлись и остались они Да, сейчас поем И с собой возьму Глядя на эти пирожки, вспоминается вчерашний вечер И вот, и потом бросили акваланги в воду и нырнули с палубы вместе с аквалангами Вот таким вот образом я и твой отец спаслись Потом удивлялись все, как это получилось А получается, что только ты и дядя Игорь спаслись из команды Больше никто Да нет, нет, Тарас, был там еще один человек Который рассказал пиратам, что команда готовит побег И таким образом спас свою школу Да, не все люди проходят такие испытания, которые выпали на нашу долю Допустим, этот человек сломался И стал предателем И теперь его нельзя простить По полюсу шатаешься, домой не идешь А мамка-то скучает же по тебе Скучает Кашки наварила, сейчас кашкой кормить тебя буду Сиди Иди сюда Проходи Давай, чувачка, погуляй, Маненька Погуляй Чем обязана? Я понимаю, почему вы и ваша сад А с чего это ты решила, что я буду тебе помогать? Я неверно выразилась Речь идет о помощи не мне, а вашей дочери И только мы с вами совместными усилиями можем помочь, Валя Да ну Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова